В эфире программа Светофор Здравствуйте! А свое слово уже требуют наши маленькие ведущие, которые расскажут о совместных мероприятиях с ГИБДД. Привет, ребята! Сегодня в студии только я одна. Давайте свяжемся с нашим специальным корреспондентом. Привет, ребята! Сегодня я на выездном мероприятии, о котором вам расскажу поподробнее. В преддверии 1 сентября сотрудники ГАЗ-автоинспекции провели занятие «Напоминание о том, как важно перевозить детей в специальных удерживающих устройствах». Ведь проблема повышения безопасности детей и пассажиров по-прежнему остается наболевшей. В игровой форме посредством веселых образов и картинок ребятам и родителям рассказали, как правильно перевозить малышей и почему это важно. В преддверии нового учебного года это направление работы будет еще более усилено, говорят в ГИБДД. В конце августа на въездах в населенные пункты сотрудники ГАЗ-автоинспекции проведут мероприятия по выявлению водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Такие же мероприятия пройдут в начале сентября у всех садов и школ. Кроме того, в первых числах нового учебного года автоинспекторы посетят родительское собрание в школах, где напомнят взрослым о необходимости обеспечить безопасность детей на дорогах, в том числе о применении детских удерживающих устройств. «Для ребенка автокресло лучшее на все эти методы, защититься навсегда, с ним дорога не страшна». Вот такие полезные мероприятия Аня проводит сотрудники ГИБДД. «Спасибо, Жан. До новых встреч в эфире!» «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» под таким слоганом действуют сотрудники ГИБДД. Советуют это делать и вам. В период с 19 августа по 25 августа на дорогах Удмуртской Республики произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 2 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести. Из них 5 несовершеннолетних детей. Большую часть происшествий составляют наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. В первом случае участник ДТП находился в состоянии опьянения. 20 августа 2015 года около 21 часа на 82-м километре автодороги Жескува водитель-мужчина, управляя автомобилем Митсубиши Дион, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина 67-го года рождения от полученных ран скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Следует отметить, что пешеход находился на проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. Уважаемые участники дорожного движения, при движении вне населенного пункта в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Это обеспечит видимость водителям транспортных средств и сохранит вам жизнь. 23 августа 2015 года около 19 часов на 8-м километре автодорог, объездная Яшур-Бодинский-Воткинский тракт, на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей. Водитель, управляя автомобилем Калина, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Sonata. В результате ДТП водитель автомобиля Калина получил травмы, госпитализирован. Его пассажир, женщина 1926 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении, скончалась в карете скорой помощи по пути следования в больницу. 24 августа 2015 года около 22 часов на улице 40 лет победы напротив дома 6, улицы Татьяны Барамзиной. Водитель мужчина 90-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, в состоянии опьянения не справился с управлением и совершил наезд на световую опору линии электропередач. В результате ДТП водитель получил травмы. За прошедшую неделю на территории Удмуртской республики сотрудниками госавтоинспекции за нарушения, связанные с управлением транспортными средствами, в состоянии опьянения были задержаны 116 водителей. Из них 13 участников совершили дорожно-транспортные происшествия. Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем того, как водитель, имеющий признаки опьянения, управляет транспортным средством или только собирается сесть за руль, то незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 940 700 ровно, 940 701, полицию по телефону 02 или 022 с мобильных. Помните, что ваш звонок может спасти жизнь вашего близкого или иных участников дорожного движения. 1 июля 2015 года в связи с изменениями в Уголовном кодексе Российской Федерации за повторное совершение правонарушения, связанного с управлением транспортными средствами, состояние опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. В одной из наших прошлых программ мы уже рассказывали о молодом человеке-дебютанте, нарушившем закон 264. На днях состоялся суд. В селе Киясово состоялось первое судебное заседание по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбужденного в отношении 20-летнего водителя, который дважды в течение года был задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Как рассказали сотрудники ГИБДД, мировой судья Киясовского района, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ с решением права управления транспортным средством сроком на два года. Во время оглашения приговора подсудимый полностью признал свою вину и согласился с назначенным наказанием. Стоит отметить, что наличие судимости будет иметь правовые последствия для всей дальнейшей жизни молодого человека. Теперь невозможно получить банковский кредит, лицензию на приобретение оружия, а значит нельзя работать, например, в охране, частным детективам или даже продавцам магазине оружия, а также в правовой и градостроительной сфере. Проще говоря, судимость закрывает двери во множестве интересных и полезных профессий. На дороге жизни, как и на дорогах общего пользования, всегда помните о собственной безопасности и безопасности своих близких. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова